Этот ледовый комплекс был построен во Владимире 12 лет назад. В его составе ледовая арена с трибунами на 1 289 мест, тренажерный зал и зал для групповых занятий, санитарно-технические и административные помещения, кафе. Последние два года здание не используется по назначению. Каток закрыли по ряду причин, в том числе из-за ухода арендаторов помещений и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса. При этом объект важный. По мнению главы региона, одного крытого ледового корта Владимиру недостаточно. В связи с этим встал вопрос о возрождении Поляриса. Для этого здесь необходимо провести ремонтные работы. Требуется реконструкция крыши, обновление внутренней отделки, замена компрессорной установки. По итогам встречи губернатора с владельцами объекта была достигнута договоренность. Если необходимые работы будут проведены, и комплекс вновь откроет двери, эту площадку смогут использовать спортивные школы региона по хоккею и фигурному катанию. Я думаю, что форму взаимодействия с объектом спорта мы наладим. К примеру, обычная практика, если мы строим какой-то объект, мы тратим, допустим, полмиллиарда рублей, 300 миллионов рублей, а потом эксплуатируем, то есть в чистом виде несем затраты. В данном случае здесь объект построен, и для владельца комплекса важно, чтобы был кто-то, кто несет расходы на функционирование спортивной школы. То есть мы, с одной стороны, экономим, мы не тратим капитальные затраты, но при этом получаем возможность для развития спортивной школы. Сейчас по ремонтным работам собственники готовят необходимую документацию. Обследование здания уже проведено, дефектов и повреждений конструктивных элементов не выявлено. Это значит, что после ремонта оно вновь может открыть двери. Все необходимые работы здесь планируют провести к 1 сентября 2023 года.